Приветствую вас и поведение мужчины вы описали более-более чем понятно, более чем лаконично, за это вам спасибо, но вы описали скорее следствие, а не причину. Понимаете, в чем дело? По вашему же описанию складывается так, что у вашего мужа сейчас серьезные, я бы даже не сказал, проблемы, а я сказал, что такой период в жизни, когда все только находится в процессе становления. То есть мужчина по всей вероятности считает, думает, что все ваши совместные какие-то дела, решения, еще что-то, все это, можно относительно потом, когда он все свои проблемы решит. Поскольку вы учитесь, он не может воспринимать вас в качестве помощника материального обеспечения. И считает, что он только лишь обеспечит вашу семью, и это вполне достаточно. И на него действительно, в субъективные точки зрения, достаточно много всего навалилось. Это и работа, это и обустройство дома, это и какие-то обязанности по дому, хотя вы говорите, что в основном все вы делаете. И если мужчина работает без выходных, то, конечно, у него накапливается усталость. И эта усталость, она как-то себя выражает. Она как-то проявляет себя, это усталость. И выражается, конечно, в раздражении, в огречении, в форсивности и так далее. И, знаете, не могу сказать, что часто, но периодически вот у людей, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, как ваш мужчина, возникают подобные проблемы. То есть, женщины, таких вот бизнесменов, очень часто жалуются на то, что мужчины им внимания не уделяют, постоянно зло и постоянно, там, кусавшие, агрессивные, делать ничего не хочется. А происходит это отчасти из-за неумения мужчины. Организовать свой отдых и работу. То есть, обязательно происходит перекос в сторону работы, потому что такова ее специфика, с ориентиром на будущее, что работать вообще не придется. То есть бизнес будет поставлен на поток, доход будет как бы пассивным, а человеку делать ничего не придется. И именно этим руководствуются мужчины, которые могут в силу формальности своего мышления, в силу логичности своего мышления, довольствоваться тем, что есть, да, то, что будет будущим, будет лучше, а связь, можно и потерпеть. У женщин немного другая позиция, им гораздо важнее здесь и сейчас, им гораздо важнее постоянное внимание, им гораздо важнее какие-то мелочи. Эти мелочи, естественно, мужчины не заботят, которые мыслят глобально. И вот в этом, в принципе, самая большая и главная проблема. И здесь спорить с мужчиной нет смысла. Пытаться ему что-то объяснить, смысла нет тоже. Он вас не поймет. Более того, он не хочет вас поймать, потому что, если он вас поймет, то произойдет такая ситуация, что то, что он делал до этого, сам было неправильно. А для него это, знаете ли, невозможно. Невозможно предать, что он как-то делал что-то неправильно. Почему? Потому что силы, которые он на этот раз, их достаточно много. И ему нужно понимать, нужно знать, что он делает это ради какой-то достойности. Любое ваше проявление негативное в его сторону, повлечет за собой защитную реакцию, защитный механизм, который призван охранять вот ту систему ценностей, которой придерживаются мужчин. И в этой ситуации я понимаю, что вам тяжело, и, наверное, все, что я говорил до сих пор, могло быть воспринято как оправданием мышцов, поведением мужчин такого. Ну, на самом деле, я просто хочу вам показать, что ситуация, в которой оказался человек, она достаточно специфичная. То есть, то, что делает ваш мужчин, по сути, ну, типовое поведение индивидуального предпринимателя. Просто если не вкладываться вот в это постоянно, то нет смысла этим заниматься. Это, к сожалению, не такая работа, да, где 8 часов, например, она отработала, и все, и можно идти домой. Тут все зависит только от тебя. И мужчины это понимают. Понимают, что если не делает он чего-то сейчас, то потом это может обеспечить весь их у его труб. То есть, первое, что нужно сделать, это немножечко отойти от своих негативных переживаний и попытаться понять мужчин. Все ли это вот действительно так? То есть, все ли действительно вот в таком ключе? Мужина работает, у мужчины нет времени, там, ни на какой отдых. Мужина абсолютно не отвлекается, он занимается тем, что у него дела, 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 дела. И в итоге получается, что к этим делам еще добавляетесь вы, тем, что вы предъявляете ему какие-то свои требования. Да, эти требования, они имеют обыкновение. Да, у этих требований есть, естественно, природа, и они имеют право на жизнь. Но мужчине кажется, что они не имеют. Мужине кажется, что они не важны. И мужчине кажется, что вы можете легко с этими требованиями подождать. Убедить в обратном его не получится, об этом мы уже сказали. А что вам тогда делать? На вопрос о том, как быть и что делать, я бы предпочел отвечать так. Ответить так. Вот. Есть некий образ жизни. Какой образ жизни вы, в принципе, описали достаточно подробно. И этот образ жизни, он вас не устраивает. То есть, можно говорить что угодно относительно того, почему мужчина это делает, как он делает, какие там он цели преследует и так далее. Главное, что вас этот образ жизни не устраивает. И вот именно об этом мужчине и нужно вам сказать. Что вам не нравится, как обстоят дела, ну, скажем, вот с вашей жизнью. То есть, просто дайте ему понять, что вам не нравится. Вы понимаете, что сейчас такой период. Вы понимаете, что этот период в данный момент времени, ну, никак не изменится вообще. Это понять можно. Но нельзя понять, а того, если мужчина считает, что этот период должен длиться вечно. И вы скажете ему, дорогой, скажите ему, точнее, дорогой, я понимаю, что ты занимаешься важным делом. Я понимаю, что ты зарабатываешь нам на жизнь, обустрашиваешь нам дом в новый дом. И это я все понимал. Но то, как мы живем, то добрость жизни, в котором мы живем, он меня не устраивает. Я хочу ему просто-напросто представить у тебя, когда это примерно закончится. Когда все эти поменяются. Понимаете, если мужчина вас любит, и если мужчина, ну, вообще говоря, стремится к реальным целям, то он сам примерно из срока окончания того, что он делает, представляет. И он вам эти сроки, скорее всего, назовет. И вот тогда, когда он назовет вам эти сроки, вы и возьмете себе их как ориентир. Ориентир, на который вы можете опираться при планировании своей, ну, личной жизни. И вот это, пожалуй, очень-очень главное. Главное, это, пожалуй, очень-очень важно, чтобы вы могли планировать свою жизнь сами. Это нужно и, вообще говоря, до мужчины-то нести. Что вам бы хотелось планировать свою жизнь. Что вам бы хотелось как-то домой получать то, что вы хотите. И вот, допустим, мужчина назовет вам определенные, ну, скажем, определенные сроки окончания этого процесса, который у вас сейчас идет. И вы на первый раз эти сроки примете. Они пройдут, да? То есть, они как-то вот закончатся эти сроки. И вы увидите. Мужчина о том, что говорил, как бы подтверждает своим поведением или нет. Потому что, если он не подтверждает своим поведением то, что говорил, то полагаться на него нельзя, к сожалению. И это уже большая проблема. Что на мужчину нельзя полагаться. В этом случае вам просто-напросто придется перестать на него ориентироваться и мыслить уже своими интересами. Потому что мужчина, который не подтверждает слова действия, ну, это, понятно, человек ненадежный. Вы на ненадежного человека опираться не можете. И, соответственно, вам нужно вести себя, ну, в корректном образе. Следующий важный момент. Следующий важный момент заключается в том, что у мужчины уже второй брак. И очень важно, по крайней мере, знаете, для, ну, для него. Очень важно, чтобы вы понимали, почему первый брак у него завершился. Что, вообще говоря, двигало мужчины, когда он завершал этот брак, второй, ой, первый брак. И, что еще более важно, это то, остались ли у него какие-то негативные переживания относительно этого самого первого брака. То есть, не ассоциируетесь ли вы как-нибудь у мужчины с его второй, с его первой женой. Если ассоциируетесь, если он видит в вас определенную угрозу себе, то, простите, в каком случае можно говорить о том, что вы, может быть, сами того не осознавая, вы, значит, ну, ведете себя так, что в глазах мужчины вы похожи на его, скажем, супругу, да, первую, и тем самым вы себе вредите. То есть, вы вредите себе именно тем, что вы ведете себя по мнению мужчины, так же, как вела себя его первая супруга. И это тоже отталкивает. И чтобы этого не было, нужно вот эти моменты прояснить. Возможно, реакция вашего мужчины такая потому, что он опасается, что вы просто не цените, не оцениваете того, что он делает. И дабы этого не происходило, необходимо вот своим поведением, своим отношением давать ему, то есть, вашему мужу, понять, что нет, он не прав, вы цените то, что он делает, просто вам хочется, ну, скажем так, немножечко больше, немножечко другому, и это нормально. Но важно, чтобы он ведь увидел, что вы его цените, что вы уважаете то, что он делает, и ни в коем случае не принижаете, не занижаете то, что для него важно. Это главный момент. Если же молодой человек у вас, несмотря на все ваши усилия, и сроков полных вам не назовет, да, и никакого желания от него как-то вот закладывать этот процесс, вы не будете видеть. И вообще, и вообще, с его браком первым, по вашему мнению, его не будет ничего связывать, то тогда, тогда можно говорить о том, что ваши отношения начинают себя изживать. Но возникает в этот случай и вопрос такого характера. А с какого момента тогда начались у вас проблемы? Вот вы говорите, в последнее время ребенку год может быть связано с рождением его ребенка и соответствующими вашими изменениями в виде их роли. Может быть, что-то еще. Но важно понять, что вашего мужчину на данный момент вам все волнует. Потому что, смотрите, если человек переживает кризис, а такое вполне может быть, то этот кризис можно помочь ему пережить. Если мужчина ведет себя, да, не из-за кризиса, а потому что считает, скажем, для себя возможным так себя с вами вести, это другое. И тогда уже вам свое поведение нужно будет корректировать так, как мужчина себя с вами ведет. То есть, если мужчина ведет себя в соответствии со своими интересами, да, понятно, я надеюсь, это, то и вам нужно вести себя так же. В определенном случае вы будете постоянно ему проигрывать. Вы будете постоянно ему проигрывать в том, что он действует в своих интересах, а вы как бы под него подстраиваете. И это будет, в свою очередь, негативно сказываться на вашей самооценке, на вашем самолюбии, и, в конце концов, на ребенка. И, пожалуй, ребенок, это едва ли не, ну, если не сказать самое важное, но это едва ли не равнобравный часть, неравнобравный аспект того, о чем мы с вами вообще говорим сейчас. Потому что важно, чтобы у ребенка была, ну, соответствующая, чтобы у ребенка была правильная, чтобы у ребенка была спокойная, гармоничная атмосфера, в которой бы он рос и развивался. Если вы ему этого не даете, не важно кто, вы, вы, муж, муж, то это нужно менять. И об этом вас тоже нужно сказать, мужу. Сказать, что, дорогой, я понимаю, что у тебя сейчас очень тяжелый период. Я понимаю, что ты работаешь за всю, я понимаю. Но и ты пойми, твои придирки, они, во-первых, создают определенную атмосферу, и вредят нашему ребенку. Я не хочу, чтобы моему ребенку что-то вредило, поэтому давай вместе подумаем, как мы сколектируем наше дальнейшее поведение, отношения, так, чтобы ребенку нашему ничего не грозило. Вот это будет правильным для вас, на крайнем мире. Если вы не будете видеть, что мужчина стремится к тому, чтобы как-то вот что-то сделает, что его что устраивает, в таком случае вам нужно подумать о том, чтобы от него уходить. И здесь момент такой, что он вас постоянно сентазирует тем, что вот тебя никто не делал, всегда уходи и так далее. Этот момент означает, что мужчина не верит, что вы от него куда-то уйдете. Он не верит, что вы реально согласитесь быть без него. А это значит, что он не опасный. он не пытается вас потерять. Этот момент нужно, к сожалению, исправлять. То есть нужно вести себя вам так, чтобы он не думал, что вы полностью принадлежите ему. Что вы можете уйти, что вы можете за себя постоять, что вы можете открыть свои интересы. Это не нанесет вреда ему. То есть у него не будет оснований к вам предъявлять претензии. Но это покажет ему, что вы способны для себя постоянно. Это вызовет уважение и всплеск чувств у человека, у которого есть к вам какие-то чувства. Да? И это вызовет волну претензий и негатива, если человек к вам ничего не чувствует. то есть это такой хороший способ проявить для себя отношение вашего мужчины к вам. И если вы увидите, что чувств у него к вам нет, то нужно будет думать о том, как устраивать вам свою жизнь. То есть если просто упирается в материальное состояние, это одно направление, если бытовое, то другое направление, если необходимы личные качества пространства и так далее. То есть в зависимости от того, какие блоки на пути к вашему самостоятельному существованию стоят, вот в зависимости от этого вам нужно будет свое поведение корректировать. Ну и в этом если вы хотите можно будет вам помочь. Если у вас будет на это желание. А пока все. Надеюсь вам была полезна эта запись. А если ответ понравился, буду благодарен. А если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.